Положение предварительного партийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы 7-го созыва, именно такой проект обсудила фракция «Единая Россия» собрания депутатов Амурского муниципального района. На прошлой неделе состоялось собрание фракции «Единая Россия», в ходе которого рассматривался текст заместителя председателя Госдумы, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Неверова о предстоящей процедуре «Праймерис». Этот документ был представлен 15 октября на совместном заседании Высшего и Генерального совета в партии, а затем направлен в региональное отделение партии для обсуждения. «Единая Россия» стала первой партией, которая вела «Праймерис». Развитие Института предварительного голосования началось еще с 2006 года. Тогда в преддверии выборов в Государственную Думу была разработана инструкция по формированию кадрового резерва партии, по которой региональные отделения начали подбор кандидатов. Процедура предварительного голосования стала уставной нормой, и на всех уровнях выборов все кандидаты от партии должны пройти эту процедуру. «Сегодня, обсуждая вот этот алгоритм работы, мы говорим о чем? О том, что каждого кандидата должно избирать население, каждого кандидата должны избирать граждане. Но прежде чем избраться и идти на выборы с какой-то программой, необходимо пройти определенный фильтр. Фильтр предварительного голосования. И сегодня мы обсуждали именно порядок предварительного голосования по выборам кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации. Как будет участвовать население нашего Мурского муниципального района, как будут участвовать наши жители по определению кандидатов». Процедура внутрипартийного голосования проводится открыто в частной конкурентной борьбе. Благодаря внутрипартийному голосованию «Единая Россия» расширила свой кадровый резерв, открыла возможности для политической деятельности людям, неравнодушным, активно выражающим общественное мнение. «Он подает свою кандидатуру на обсуждение, люди слушают ту или иную программу наших кандидатов, и после что? Предварительно голосуют. Предварительно голосуют как? Вот нам этот кандидат понравился больше. То есть за него, если он, к примеру, набирает большинство процентов голосов, когда люди оценили его предварительные качества, он идет на выборы. О чем это говорит вот эта система предварительного голосования? Об открытости работы нашего общественного объединения. Люди послушали, люди поспорили друг с другом. Я повторяю еще раз, поспорили, обсудили, выбрали наилучшего. И сказали, вот, уважаемые коллеги, вот этот мы считаем лучший человек, лучший. Вот. Мы тогда берем этого товарища за основу, и он уже конкретно, уже от партии «Единая Россия» идет на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. На собрании Виктор Анатольевич отметил, что в феврале 2016 года пройдет первый этап 15-го съезда, на котором предстоит утвердить положение о порядке проведения общефедерального предварительного партийного голосования. Съездом будет сформирован и Федеральный оргкомитет по проведению голосования. После съезда будут сформированы региональные оргкомитеты, на них будет возлагаться обязанность по формированию счетных комиссий и определению мест для голосования. Единый день голосования предполагается провести 22 мая. Голосование будет тайным и рейтинговым. Это позволит выявить нескольких лидеров общественного мнения. Итоговые протоколы утверждают региональные оргкомитеты и направляют их в Федеральный оргкомитет, который в свою очередь оформляет итоговый список кандидатов по региональным группам и одномандатным округам и вносит его на рассмотрение съезда.